Привет всем, друзья! Пятый день войны. Держимся. Делаем всё от себя возможное. Укрутие организовали, запасы сделали, обороне помогли, чем могли. Теперь просто начинаем себя отвлекать от этих мыслей, которые без конца крутятся в голове. Да, не бросаем всё на самотёк, мониторим ситуацию, но заставляем себя что-то делать. Убирать, стирать по возможности, у кого есть вода, у кого есть свет. Выходить на улицу, у кого частный дом, брать секатор и что-нибудь делать, какие-то деревья обрезать, потому что можно свихнуться от этих всех мыслей. Девочки, не плачем, не плачем. Плакать будем только от победы, от счастья победы. Поэтому держимся, не плачем. Они недостойны наших слёз. Розы недостойны. Мы будем плакать только от счастья. И точка. И поэтому я сегодня взяла в руки секатор, собрала силой волю в кулак и показываю вам, как бы я... Да не то, что как бы я, а как я буду проводить обрезку розы робуста. Это корнесобственная роза. Посмотрите, как прекрасно она росла. Вот, понимаю, что, может быть, в такое военное время не всем это заходит, не всем актуально, но давайте немножечко, немножечко отвлечёмся. Не забудем, не бросим всё это. Нет, ни в коем случае. Немножечко отвлечёмся. У кого есть такая возможность. Поэтому, где уже можно, где не сильно бомбят, обрезаем у нас. Немножечко отошла канонада. Сейчас только очень далёкие, глухие взрывы слышно. Поэтому я решила, что можно и выйти в сад. Ну, вот такие дела. Я вижу, что вот этот куст очень сильно загущён. И я, даже не сомневаясь, даже ничего не отрезая для пробы, отрежу всё, что внутри тонкое и всё, что непродуктивное. Вот смотрите, вот этот побег точно я вырежу полностью. Он скрещивается здесь с другим побегом. И вот этот побег весь полностью, который разветвляется на три, тоже будет отрезан полностью. И у меня получится куст чаша. Здесь сама по себе роза хорошо сформировалась, что обрезка, в принципе, сразу заметна глазом, где её нужно сделать. Итак, давайте приступим. Да, тут не очень удобно подлезать. Начну вот отсюда. Вот так. Вот прям целую вот такую ветку огромную вырезала. И теперь спокойненько. Ага, спокойненько. Тут попробуй подлезть. Вот так. Кстати, физкорсы, секаторы так себе. Я очень надеюсь, что наступит мирное время. Мы все с вами вернёмся к нормальной жизни. И что это время наступит поскорее. Поэтому, кто в предстоящей нам мирной жизни озадачится выбором секаторов, физкорсы не берите. Это один из ужаснейших секаторов, который я вообще видела. Даже китайские дешёвые по 90 гривен я брала в прошлом году. Они и то лучше, чем физкорсы. Они вот так вот через один сезон вот так вот размачаливают все срезы. А это ворота для инфекции. Вот такой срез. Поэтому возьмите на заметку. Ну и, конечно, вот остался вот такой огромный кустище. Вот такой. А это всё, конечно, оставлять нельзя. Здесь пошла уже вегетация. Вот. Но это ничего страшного. Я думаю, что этот куст неплохо было бы обрезать ну, почки так на 3, максимум 4, как чайно-гибридная роза, для того, чтобы этот куст стал ещё пышнее, ещё лучше. Если берём розы привитые и тоже касается кустовых роз, вот первый год они у нас первый сезон, первый год они посидели у нас там на клумбе, в кашпо, в контейнере. Мы на второй год, так опять канонада звучит, извините, а собака лает, думает это гром. Она реагирует очень на эти звуки. Так, значит, когда роза у нас отсидела один год в саду, развилась немножко, на следующий год весной мы обрезаем её на 3-4 почки. Это даст нам лучшее кущение куста и более мощный куст. Поэтому, не жалея, считаем почки снизу вверх и отрезаем над третьей, над четвёртой. Смотря какая из них смотрит наружу. Вот так. Первая. Так, где-то здесь вторая. Очень плохо видно. Вот это третья. Четвёртая смотрит туда. Наверное, я отрежу вот так. Вот так, на третьей почкой. 5 миллиметров. Вот. Есть. Есть. Здесь пошли. Где у нас первая почка? Очень плохо видно. Когда роза очень колючая, такая как робуста, попробую, ещё раз гляди, где там эти почки. Поэтому я примерно так обозначу, куда бы я хотела отрезать. Вот есть почка хорошая. вот. Она смотрит наружу куста. Так, вот так. Вот так видно. Вот почка. Вот. Вот сюда она смотрит. И я здесь обрежу сейчас. 5 миллиметров над почкой. Оп. Сделали срез. Также остальные ветки. Здесь первая почка, здесь вторая. вот третья. Я на третья обрежу, потому что четвёртая это будет слишком высоко. Вот здесь третья снизу. Вот так. Извините, не успеваю следить за качеством съёмки в процессе работы, поэтому если где-то что-то плывёт, прошу понять и простить. Так, и пошли дальше. Здесь почка, и вот почка смотрит наружу. Вот здесь почка хорошая смотрит наружу. Высоковато, правда, я бы срезала пониже, но пониже это будет уже слишком низко. Поэтому вот так. Срез можно делать и косой, и прямой. Это не принципиально. Всё. Срезы можно замазать лак-бальзамом или обработать раствором йода. берёте йод и разводите примерно один в десяти и просто вот эти срезы обрабатываете. А в идеале вообще обработать эти все срезы сразу медь содержащим фунгицидом или хотя бы медным купоросом. Дальше я постараюсь вам если всё будет хорошо, если все мы будем живы, здоровы, целы, показать, что получилось после этой обрезки из данного куста, как он развивается. Держимся, девчонки, не падаем духом. Всё будет хорошо, всё будет Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok